Эти плиты лежат здесь с 2010 года. Именно тогда были прекращены работы на этом участке. Район реки Шапкино. Нулевой километр самого главного долгостроения Ниньского округа. Дороги Нарьин-Марусинск. Этот участок был построен на 70 процентов, но так и остался в разряде объектов незавершенного строительства. В связи с тем, что контракт был расторгнут, а полномочия по дорожной деятельности переданы в соседний регион, участок практически не контролировался. По дороге ездили без ограничений по тоннажу. Кроме того, часть разрушений произошли из-за ветровой эрозии. На сегодняшний день мы откорректировали проектную документацию. Понимаем, что завершение строительства этого участка нулевого протяженностью 6,6 километров составляет порядка 3 миллиардов рублей. Мы сейчас планируем включить финансирование на 2021-2023 года под эти лимиты, которые уже выделены с федерального бюджета. Ну, я думаю, что либо в конце этого года, либо в начале следующего года будем планировать осуществление закупочных процедур и определять подрядчика. Сегодня здесь развернута база с техникой. Всего для строительства дороги подрядчик закупил более 90 автомобилей. Вся техника в артическом исполнении. Все подготовлено для низких отрицательных температур. Установлены дополнительные подогревы. Данная техника сугубо для нашего региона. То есть вся эта техника сейчас будет задействована? Действительно, да. На подвозе энергетных материалов из города Наринма, с порта. Непосредственно города Наринма. Кроме того, представитель подрядной организации рассказал и об условиях труда и проживания рабочих. По его словам, 25% дорожников – специалисты из Ненецкого округа. Они работают водителями, механизаторами и дорожными рабочими. Как условия работы? Нормально? Нормально. Как платят исправно? Все платят, да. Условия проживания? Хорошее проживание. Я всю зиму отработал. Всю зиму здесь отработал? Да, я приехал 13 октября и выехал 14 апреля. И вот сейчас два месяца так мы снова заехали. На сколько? Думаю, что месяцев на 5-7. Пока дорогу не построим, пока не проедем, все буду строить. Дети наши потом поездили. Посетил Юрий Бездудный и первый участок дороги, где сейчас ведется активное строительство. Общая протяженность объекта – порядка 23 километров. На обустройстве дорожного полотна задействованы 76 человек. На данный момент выполнено в земляном полотне 80%, это 23 километра более полутора миллиона кубов отсыпано земполотна. В данный момент ведется устройство водопропускных труб. Всего у нас их на участке 90. На данный момент выполнено устройство 21 водопропускной трубы. В дальнейшем после устройства водопропускных труб будет произведена обратная засыпка и начнутся укрепительные работы. Подрядчик с полной уверенностью заявил, все контракты на этапы первого участка будут сданы досрочно. Уже выполнен 80-процентный объем укладки земляного полотна, а эта работа согласно графику должна была выполняться в 2022-2023 годах. Для нас это, как вы знаете, очень важная дорога. Это единственная дорога, которая фактически свяжет нас с большой землей. Все ее ждут, эту дорогу. Она строится с 91-го года. Проект чрезвычайно сложный. Он реализуется в сложных географических и климатических условиях. Сегодня 10 июля, вы видели, в оврагах здесь снег еще лежит. Эта дорога строится по вечной мерзлоте. Поэтому мы сегодня проверили, как идет строительство этой дороги. Мы смогли убедить Федеральное дорожное агентство в том, чтобы оно нам выделило средства 4 миллиарда на строительство очередного этапа. И мы своими глазами увидели, что работы идут полным ходом, техники достаточно. В ходе осмотра строящегося участка Юрий Бездудный также пообщался с дорожниками и порекомендовал подрядчику увеличить число работников с окружной пропиской. Александр Красавцев в свою очередь сообщил, что нехватка рабочих специалистов есть и сейчас. Все вакансии размещены на сайте Центра занятости населения.